Добрый вечер, мои коллеги. Давайте начнём. Чуть-чуть, чуть-чуть, немножко обо мне. Я занимаюсь в компании Gepam Systems в Беларуси. Это такая большая компания, 35 тысяч человек. Я занимаюсь всем обучением, всем продажным обучением этих 35 тысяч человек. Мы растём примерно на 30% в год. 600-900 человек принимаем ежедневно. И большинство этих людей требуют обучения. И вот на протяжении последних 3-х лет я так или иначе завязывал всю эту историю, связанную с обучением огромного количества айтишников. И сегодня я буду рассказывать немножко не об этом. Сегодня я бы хотел... Здесь вообще такая атмосфера. Так вот, я на вас смотрю, мы здесь сидим в таком картинном зале. Здесь такая почти семейная, почти домашняя атмосфера. Поэтому я по вещам хочу признаться. Я не думаю, что мои дети и внуки одобрят это, или когда узнают, продолжат со мной общаться. Это признание не было одобрено двумя друзьями, но я всё равно должен это сделать. Я тренер. И вот из того всего, чем я занимаюсь, иногда я ещё читаю тренинги. И вот я приехал сюда, в Питер, просчитал в компании «Ебам» на один тренинг. Это было очень увлекательно. Мне всегда очень нравится Питер. Мне всегда очень нравятся питерцы. Читаешь два дня. С пребывом в промежутке и беседеем. Два дня тишины. Фидбэк. Он очень смешно. Я хочу сегодня вам рассказать небольшую историю тренера, что действительно происходит. По-другому слову. Дамы и господа, я произнесу речь. Фактически, это речь на суде. Вы будете, господа, бесяжный заседатель, которому я расскажу о том, что делают тренера и что нам с ними делать. Каждый день, каждую неделю примерно я собеседую тренера. Каждую неделю я провожу какую-то прогулку, не смотрю, не смотрю на этих тренеров. И я считаю себя вправе это сделать. Немножко поговорить о тренера. О тренера и так, господа бесяжные заседатели. Первое, что я вам хочу сказать, это что тренера будут. Все они, от первого до последнего, они все будут. Все будут. Почитайте, откройте любой силавус любого тренера. Описание любого тренинга. Что вы там имеете? 50% практик. После тренинга слушатели будут и видеть раз, два, три, четыре, пять, десять каких-то пунктов. Основная цель, значит, воспитать такого-то, такого-то человека. Вы читали эти славу? Давайте начистоту. Неужели за день человека, который не может создать без слов, можно научить коммуникации? Неужели за два дня можно научить управленные проекты? Неужели там мы, если послушать любого тренера, мы скажем, устраиваем навыки? Навыков и тренинг. Как можно обучиться управлению конфликтами за один день, если человек до этого был просто каким-то психом? Что мы имеем в итоге? После каждого тренинга любой тренер выдает вот эти три вопроса. Скажите, чтобы каждый присутствующий на тренинге записал, что я до этого тренинга делал правильно? Что я мог бы делать лучше? И самое главное, навязать клятву, что я три пункта, которые я изменил в своей работе, когда вернусь на рабочее место. Итог? Процесс изменился. Здрасте. Приходишь через четыре, через два, три, шесть месяцев в эту команду, в эту компанию, где проводился тренинг. Итог. Мы тут попробовали. У нас еще не получилось. Ты знаешь, что я читал? Ты нам рассказывал эту рассказку. Все, что может тренинг, если мы приходим, мы говорим, тренер, пожалуйста, тренинг по эстимациям проектов. Все, что мы получаем на выходе, небольшое поводушевление. Я это знаю совершенно точно, я тут занимаюсь в первом виде. Пункт номер два. Господа, вся же наследатель. Тренера ничего не умеют. Задайте им один простой вопрос. Когда вы последний раз использовали те методы, о которых говорите? И что они вам скажут? Ну, вы знаете, три года назад я работал зам начальника отдела, в общем, старшим помощником младшего дворника. У меня там ничего не получилось, поэтому я ушел в тренер. На этом вопрос нарезается как единую половину. Я говорю о профессиональных тренера. Безусловно, есть люди, которые умеют как-то совмещать. Это профессиональные какие-то директора, которые раз в год читают. Мы их не считаем. Это люди другого. Мы их выносим пока за скотки. Понимаете? И, конечно, если я иду учиться жонглированию, я не хочу прийти к человеку, который знает, что такое жонглирование в теории. То есть это будет очень интересно учиться в жонглировании у человека, который знает в теории. Я хочу, чтобы меня учил тот, кто этот пробовал где-то. Итог. Бизнес-менеджмент, бизнес-тренера не управляли людьми. Чуваки, которые рассказывают про управление проектами, закончили это делать 3-4-5 лет назад. Технические тренера. В большинстве бывшие преподаватели вузов. С чего бы им идти в тренера, если зарплата разработчика очень хорошая. И там есть отличные классные перспективы. Тестирование – это история. Что мы имеем в итоге? Я прочитаю. Там, может быть, не середина. Я профессор колледжа Жейсер. Найди кого-нибудь другого, кто бы дал тебе совет по реальному миру. Что они умеют, эти тренера? Хорошо, правильно структурировать мысль. Нарисовать презентацию отлично владеет PowerCoin. А, они еще классные моменты по атаке. Но неправильный тренер может, если неправильный разработчик придет в проект, он сделает там какую-то ерунду и его уволит. Если неправильный тренер научит целую штаб неправильных программистов, попробуйте найти здесь тренера на картинке. Так, а что умеют тренерами? Давайте я вам скажу небольшой кисть. С одной стороны, мы говорим, нанять тренера, они же ничего не знают. Давайте пойдем и найдем человека, который знает, который все это проходил и который живет в проектах. Отлично. Одна моя знакомая компания обратилась, у них есть потребность научить их сотрудников основу .NET. И они пошли двумя путями. Обращались в учебный центр, который выдал им следующие цифры. Примерно 20 долларов в час за группу 7 человек. Итого за курс 60 часов примерно со 70 долларов на человек. С другой стороны, есть эксперт. Это архитектор. Это человек, который каждый день работает в проектах. Это действительно очень высокий профессионал высокого класса. Основы тут NET-а за 12 тысяч долларов. В чем их разница? Учебный центр, преподаватель не мегакург. Но у него есть какая-то программа. Своя или крупная. Он умеет доносить мысль. И он умеет это рассказывать. Эксперт мегакург прекрасен в плане своей работы. Но если посадить с ним рядом человека одного, то через 2-3 месяца так же станет прекрасен, как его. Но часто эти самые эксперты, у них нет готового курса. И поэтому этот эксперт зарядил плюс к своей зарплате как тренера еще и деньги на подготовку этого курса. Ребята, пардон. Господа председатель, но основы .NET-а есть огромное количество. Которые не надо делать с нуля. Ну и обычно слабые презентационные навыки и неумение преподносить информацию. Безусловно, мы ищем этого человека. Супермена, который умеет делать и то, и другое. В чем самое главное уязвимое место этого супермена? Я здесь буду говорить не просто как, я выступаю все еще на суде, поэтому я оперирую факты. Такие люди есть. Каковы их самые главные минусы с точки зрения любой нашей компании как бизнеса? Они требуют ничего очень скромных анорабных. по несколько, там 5-10 тысяч долларов в день. Иногда нам приходится искать некоторых тренеров и при этом нам присылают ценник. 10 тысяч долларов за 2 дня. Или 20 тысяч долларов в неделю. А чем больше? Я вам хочу сказать одну вещь. До свидания. Тренер. До свидания. Тренер. Это инструмент. Инструмент, которым может пользоваться менеджментом или может и не пользоваться. Но вопрос главный. Умеем ли мы менеджмент этим инструментом воспользоваться? Я вам приведу пример. Вы на суде, я должен оперировать факты. Запросы. Проблемы в управлении проектом. Вступает запрос к компании, которая считает, что у них есть проблемы в управлении проектами. И считает, что нужно обучить их менеджеров, руководящих проекты, и провести для них какую-то дополнительную реку. Производится анализ в проектах менеджеров. Анализ проекта. Анализ инструментов. Анализ пулотов. Каков итог? Обучение в проектах менеджеров не поможет. Потому что менеджмент не может сформулировать задачу, чем им научить. Главный выбор. Из посещения этой компании я сделал только это. Начиная с директора надо менять здесь менеджмент. Потому что они не могут сформулировать, чего они хотят. Еще один кейс. Запрос на обучение тембидов. Который приходит к нам. И мы подготовим небольшую программу из четырех тренингов. Она включает в себя базовое знание по руководству людьми, управление временем и некоторые другие тренинги. Через два месяца мы встречаем этого же менеджера. Который говорит, ты знаешь, что надо что-то еще. И на этот вопрос я задаю звольку. А что они сделали из того, что мы им рассказали, показали и с ними попробовали делать на тренинге? Ничего. Менеджеры думают, что тренер это менеджмент, который приходит и сделает менеджмент. Он берет на один свою волшебную комнату этих сотрудников и на следующий день оттуда выходят менеджеры, которые обладают необходимыми качествами, ответственностью, умеют управлять своим временем и так далее. Итак, может ли менеджер поставить задачу на обучение? Мы поняли, что не можем. И мы начали учить наших менеджеров. Мы начали обучать менеджеров с первого уровня, когда они только получают команду, до тех, кто уже занимает пост начальника отделов и директоров. Мы встраиваем в обучение коучинговый курс. Когда люди пытаются эти практики начинать применять прямо у себя в проект, прямо у себя в отдел. Мы учим менеджеров целыми командами. Так приходит менеджер вместе со своей командой менеджером. Если они планируют какие-то изменения, они эти изменения делают все вместе в своем подразделении. И они составляют планы изменений и внедряют их в процессе курса. А потом презентуют эти сделанные вещи руководству. Дальше контролировать факторы. За это время, пока в прошлом году были приведены несколько таких курсов, в структуре нескольких подразделений произошли изменения в форме структуры нескольких подразделений. По разделениям тестирования, обучения на некоторых аккаунтах появились новые позиции в его индустрии, изменилась структура управления. Был разработан и запущен рекомишн портал, на котором каждого сотрудника одного из департаментов можно номинировать на какие-то премии. И этой индустрии не было до тех пор, пока не появилась сама эта программа, чтобы люди узнали, что там можно сделать. На некоторых проектах, на некоторых аккаунтах появилась процедура найма и адаптации. Итак, тренер — это инструмент. Если менеджмент может использовать этот инструмент, то он работает. Если не может, то он не работает. Это как пила. Нельзя укорять пилу за то, что она пилит неправильное управление. А лишь того человека, который эту пилу держит в руках. Поэтому менеджмент должен научиться пользоваться и обучением, и должен научиться пользоваться тем инструментом, который образовывает тренер. Происходит это в следующем образом. Когда все начинается с системы управления, если нет понятной системы управления в организации, невозможно построить систему развития и обучения этой организации. Сначала имеем текущую систему управления. Я разрабатываю, куда мы хотим прийти. Цель каких-то изменений. Определяем, что мы за изменения делаем. А потом выявляем пробелы знаний и проводим обучение этих сотрудников. И уже потом продолжаем внедрять эти изменения, требовать использования этих навыков, практик, каждый день на работе. За счет создания мотивации, контроля и требований. Итог. Я заканчиваю. Начинать нужно не с задачи сказать тренеру, сделай нам хорошо. Давайте начинать с того, чтобы выстраивать процесс обучения с менеджерами, которые должны научиться встраивать этот процесс в ежедневную и ежедневную работу своих сотрудников. с тем, чтобы система могла расти и совершенствоваться. И любого тренера можно сказать, это нам нужно прочитать вот так, а это нам нужно рассказать вот так. Спасибо. Граждане, депутатные зрители, я закончил. Господа, депутатные зрители. Если мы обвиняем, пожалуйста, вопрос первый. Не обвиняем этот тренер. Свидетелю обвиняем. Вы знаете? Да. По сути, мы сейчас с головой сплеч, тренер, и два задачи, которые заказывают тренеру округу. Что это делается? Вопрос такой. По сути, как называется, ответчиком вступлением. Мои прописицы. Отлично попросить людей. Вот, издавайте. Подвесный преподаватель. Излагает. Дорожка облестяет. Отличный доставляет. Вот, вот это стоит. Нет. Давайте вот так. Теперь, серьезно. Это не ответственность. Здесь просто вопрос, ответственность за что. Вот просто, давайте, в конкретных примерах. В конкретных примерах. Да, в конкретных примерах. Преподаватель отвечает за то, что тот скоб, условно говоря, вещей, который ученик должен понять, он понял. Преподаватель знает методику обучения, знает предмет обучения. Но, например, я разделяю, вообще, что касается всего обучения, внутри компании я разделяю это в половину. Есть образование, есть обучение. Образование – это то, чем мы с вами занимаемся университетами. Это расширение кругозора. Это понемножку похвататься всего, да, типа, ну, ты знаешь, в физике там включу всякие формулы. Ну, а тебе нет жизни никак. Если мы говорим про обучение внутри компании, да, а это обучение, значит, что, например, обучение каким-то процедурам, инструментам, да, каким-то подходам, практикам, да, клиникам внутри компании, вот как лучше. И вот задача менеджера поставить задачу, что мы должны изучить, что эти люди должны знать вот эту практику, должны владеть вот этим процессом. А уже задача тренера сделать, чтобы они это всегда узнали, чтобы они оттуда вышли. Вот, например, в сознание, да, как бы, ну, применят они это, чтобы в реальной жизни и не принять в реальной жизни. Время не может обучить за это ответственность. Потому что, если он приходит на рабочее место и говорит, ребята, я там узнал классный метод, как можно оценить проекты. Я думаю, что вы, если скажи прямо, дай вам одну цифру, да, ему всё, да, дадим, да, дадим, да, дадим, да, дадим, да. Ну, ты просто скажи им всё, и всё. Да, и дадим. Поэтому ответственность тренера в том, что человек, бывший тренер, знает то, что он должен узнать, может быть, бывшего-то знает. А являются ответственностью тренера заранее про ситуацию нового манеджера, и все, что чиновник получит, чиновник получит, то есть специалисты, то есть более сложные, а потом не будет примениться. Тренер пытается работать, просто больше не будет. Не будет привлечь, дай всему, всему научу, значит, он не приходится. Как раз это вопрос в том, что нет восстановки задачи. Я общаюсь с десятым менеджером, и все менеджеры делятся на две большие половинки, две большие категории. Одни говорят, значит так, нашим ребятам нужно изучить, значит, в дотнете такую штуку, значит, менеджер такой. Дитана подсказывает, что им надо делать, что им нужно делать. Вторая команда мной начала, говорит, слушай, принеси нам весь список тренингов, которые у тебя есть, а мы там надергаем. У них нет вообще понимания, что им надо делать. Они просто там, как в супермаркет, зашел с колбасой, а вышел там, на мяке легали. Она говорит, не знаю, что ему надо, на самом деле. Если человек действительно не знает, что ему надо, ты к нему приходишь и говоришь, ну, покажи, что у тебя есть. Ну, ты ему показываешь, да, как бы, а потом люди, кстати, знают кучу всего о состоянии, но ничего этого не могут и видеть. Спасибо. 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 Ваше выступление оставило, вероятно, у вас даже нет вопросов. Ну, если у вас есть какие-то вопросы вообще по всяким вещам, связанным с обречением, там, ну, там, обречения, там, IT-обречения, да, там, потому что мы начали. Что-то там, ну, для нас многие вещи, там, из-за того, что, там, рассказывается очень часто на конференции, берутся типовые. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь вопросы там вообще по обречению, то тоже можно задавать. Спасибо. Поздаю. Спасибо.